Добрый вечер, мои уважаемые зрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня поговорим о зарплатах во Франции и о типах работы. Сегодня я поговорил по интернету и поговорил с некоторыми блогерами, которые живут в разных странах. Их зарплаты в странах Австралии и Швейцарии. Зарплаты такие космические. Вот теперь я беру примеры. Я взял две профессии во Франции. Это каменщики и водители тяжелогрузных машин или легковушек. Оставляю тоже ссылки, примеры вам к этому, что-то такое. Во Франции рабочий день, рабочая неделя 35-часовая. В основном, кроме пищевой отрасли, там ресторанов и тому подобное, там у них 39-часовая рабочая неделя. Зарплата за месяц по 35 часов в неделю 1555 евро с копейками. Но когда вы видите эту сумму, эта сумма дается вам как брутто, без налогов. Когда у вас вычтутся налоги социальные и тому подобное, у вас останется 1270 евро так, на руки. Ну и потом еще с вас вычтут АМПО, глобальный налог. Раньше этот налог брали в начале следующего года, за предыдущий год это была катастрофа, а сейчас же снимают сразу. В общем, если вам предложили зарплату 1555 на начисление, то чистыми у вас будет 1270 евро. Ну и вот я взял по Страсбургу. К примеру, водитель. А, еще раз вернусь. Есть во Франции два типа работы. Нормальные по контрактам, а есть интерим. Интерим означает наемники. То есть это тоже своего рода бюро по трудоустройству, но где вам не предлагают контракт, там бессрочный по жизни, там пунктуальные контракты. Там даже бывают, когда вы заполняете досье, ищите работу, то можете согласиться на работу даже с миссиями на один день. Но бывает так, что вам приходит сообщение, вот надо сегодня в такое-то время, там уже за 20 минут начала работы, приехать туда-то и допустим грузчиком, и сразу пишут, могут написать зарплату 100 евро чистыми за один день. Вот работу выполнен, столь не получил. Но, что плохого в этих работах? Когда вы молодой, амбициозный, да, вы желаете там кататься, передвигаться по стране, да, безусловно, это хорошая вещь, и платят они во много раз больше. Ну, не во много раз больше, но там есть свои плюсы. К примеру, я иду, допустим, я, допустим, работаю каменщиком на постоянном контракте, бессрочном в какой-то фирме. И мне, допустим, платят зарплату 1500 в месяц, допустим чистыми. Приходит наемник такой, он будет получать больше меня. Почему? Потому что в конце контракта он получит две премии. Зарплаты, которая начислялась с ним, два раза по 10 процентов. Это 10 процентов премия по бедности, ну то, что уже контракт закончился, дальше это его жизнь, и плюс 10 процентов за окончание контракта. Ну, не думайте, эти премии нечистые, они тоже облагаются налогом. Вот, допустим, он проработал 10 месяцев по 2000 евро в месяц начислениями. То есть у него получается через 10 месяцев 20 тысяч начислениями было. Вот получается, с этих 20 тысяч два раза по 10 процентов, то есть 4000 начислениями. С этих 4000 он платит налоги, и что-то остается ему там трояк, допустим. Он получит на 3000 больше, чем я. Но у меня с моим 1500, которые я получаю, я знаю, что я буду всю жизнь заработать, это у меня зарплата будет постоянно капать. Я не буду получать эту премию его, но у меня контракт присрочный. Я могу с ним уже брать кредит, и я более гибкий, чем вот этот наемник, который вкалывает, забрал свою наличку в карман и пошел вот дальше. Потому что может случиться так, что, допустим, несчастный случай, и все. Он уже останется на минимальном пособии, и никакой там ему никто ни о чем уже думать не будет. У меня же, если у меня будет несчастный случай, то за меня уже будут платить мои страховки, которые моя фирма за меня платит, плюс моя страховка, плюс мой патрон еще. Вот такие вот. Так что с этим надо быть осторожнее. И когда вы видите предложение во Франции, допустим, зарплата там в час 10 евро или 15 евро, это все начисление. Это не нет, это брут. Итак, возвращаемся к работам. Ну вот, допустим, шофер тяжелогрузного транспорта категория C, контракт пожизненный, 30-часовая рабочая неделя. 35, извиняюсь, даже в очках плохо вижу. Зарплата месячная от 2200 до 2300 евро. Это все брутто начисление. Так что он будет получать где-то там 1800-1900. Дальше. Шофер легкового транспорта. Ну, нужно карту ему иметь, это ничего страшного. Так, 35-часовая рабочая неделя. Зарплата месячная от 1555 евро до 2500. Это все начисление. Так что не думайте, что во Франции такие зарплаты, как там в Австралии, там 70 тысяч долларов в месяц, в год минимум. Тут, может, без налогов и такие были бы зарплаты. Ну, тут социальные налоги и тому подобное хорошо сжирают. Вот. Дальше. Снова шофер. Контракт пожизненный. 35-часовая рабочая неделя. Так. Работа по департаменту. Зарплата 1555 до 1800 евро в месяц. Считайте, что он будет сидеть там. Зарплата такая 1400 в месяц. Вот. Каменщик. Это уже наемника ищут. Миссия интерим. Три месяца. 35-часовая рабочая неделя. Зарплата от 1600 до 2500 в месяц. Это же опять начисление. Ну, он через три месяца получит два раза по 10% от начисления. Дальше. Снова каменщик. Уже миссия 18 месяцев. Ну, это уже неплохо. В конце своей миссии он получит неплохой чек. Как его, с премиями. Зарплата 10.25 до 13 евро в час. 13 евро в час. Это уже такая хорошенькая зарплата будет у него. Я думаю, где-то 9 евро в час чистый будет выходить. Ну, и налоги он тоже будет нифигу выплатить. В 18 месяцев, да. Потом он сможет спокойно вот куда-нибудь сгонять. Ну, вот это все. Я, в принципе, так больше ковыряться не буду. Я все-все вы там картинки в этой увидели. Так что надо думать, что вот такая бедная страна. Нифига. Во Франции социал большой. Почему такие маленькие зарплаты? Потому что большие налоги. Я уже видео делал. Я показывал свой бюллетень зарплаты. Сколько меня снимают, чтобы получить тысячу евро. В два раза. Плюс еще и налога, которая приходит там каждогодний. Вот такие вот дела, товарищи. Я вот раньше, допустим, работал на своей фирме. Я работал и наемником, и временные контракты. Мя фирма продлевала. Но потом в один день шеф меня вызвал в бюро и говорит, слушай, ты у нас уже работаешь почти 10 лет всеми такими способами. Теперь у тебя стоит выбор. Или мы с тобой прекращаем работу, или ты. Или мы идем в ЗАГС и ты женишься на нашей фирме. Я подумал, все, возраст уже такой, что чем дальше продвигаешься, тем труднее найти работу. Ну ладно, идем в ЗАГС. Вот и все. Правда, зарплата, конечно, у меня теперь уже почти что в два раза ниже, чем раньше была. Ну, цель ави. Зато я теперь, как можно сказать, в некоторых отношениях свободен, но в некоторых отношениях на меня уже наручники одеты. То, что я не смогу так спокойно взять и переехать в другой город или в другую страну. Я знаю, что у меня пожизненный контракт. Это гарантия моего будущего, моего холодильника, то, что я с колоду не умру. Но, с другой стороны, это уже все. Наручники и ошейник. Ладно, всего хорошего и не хворайте. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.